Слушайте, я офигеваю, с этого зоопарка Минпромторг предложил выдавать кассовые чеки в магазинах только по просьбам покупателей, это не первоапрельская шутка. Предложение уже направили в федеральной налоговой службе, в чем причина, ноу-хау догадываетесь ли озвучить именно. Резкое подорожение бумаги из-за отсутствия импортных реактивов, которые использовались в ее производстве, твою мать, все одно да потому. Восемь лет нам брехали про импортозамещение, на поддержку которого тратились сотни миллиардов из бюджета, за которое раздавались награды и премии, у нас там прорыв, у нас сям рывок, визжали пропагандисты и прочие околокремлевские прихлебатели, месяц всего понадобился, чтобы правда вылезла наружу, ни черта своего у России нет все эти годы. Россиян обманывали, а деньги, выделяемые на замещение, разворовывались. Причем ситуация явно аховая, если даже министры из федерального правительства говорят, давайте может без чеков, а дальше что? Депутаты и губернаторы начнут лопух, как средство туалетной гигиены в массы продвигать, у меня нет слов. Погнали! А вся эта катавасия с курсом валют. После того, как открылись торги на московской бирже, в пору к психиатрам обращаться, ну потому что так не бывает просто, смотрите какая штука происходит. Доллар каждый день падает, причем серьезно, так американец теряет и в весе. По телевизору восторженные халуи верещат, а рубль-то укрепляется. Вот только я, в отличие от тупоголовых ватников, немного разбираюсь в экономике и осознаю, когда и если укрепляется национальная валюта, должны опускаться цены. Но у нас-то с ценами все наоборот. Вот зашел в магазин на медни, сок ребенку купить. Две недели назад литр стоил в среднем 100-110 рублей, сейчас 220-250. По остальным позициям та же история. Картошка уже под 70. Как-то интересно, наш целковый стабилизируется, не находит. Он растет, а экономика как летела в тартар, так и летит. Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты. Мы начнем с этого, с нашего природного газа, переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли. Хотя вот когда я услышал это заявление великого Курмчева, вывод образовался сам собой. Похоже, ребятишки решили поиграть в монополию только по своим собственным выдуманным правилам, не имеющим никакого отношения к реальным экономическим процессам. Поясню, что, как мне кажется, они мутят. Будем продавать углеводороды в недружественные страны за рубли. Где вы возьмете рубли? Ну, конечно, купите у нас. По какому курсу? А вот это уже вторая часть марлезонского балета, по тому, который мы сами придумаем. Вот сегодня мы решили, что бак стоит 83 рубля, а завтра, может быть, опустим эту планку вообще до 50 и даже до 30. Наш рубль, что хотим, то и делаем. Поэтому сейчас и идет бодалово между РФ и ЕС. Они задают совершенно справедливый вопрос. Вы что, с ума сошли? Есть, впрочем, в этой истории другая сторона медали, безусловно. Ура, патриоты пребывают сейчас в эйфории. Рейтинг кормчево растет, потому что безголовые. Вот только экономика так не работает. Курс определяет рынок и только рынок. А не Путин и не Набиулина, согласитесь. Ведь завтра руководитель АвтоВАЗа, например, может объявить, что его Жигули стоят дороже, чем Бентли, и даже установить на них соответствующую цену. Но кто эти ведра станет покупать, верно? С валютой все то же самое. Это точно такой же товар, потому что и цена на валюту формируется в зависимости от рыночного спроса, а не от желания, кого бы то ни было. Рубль торгуется на внешнеторговых площадках. И более того, есть страны, в которых этого рубля как залезь. А именно это Казахстан, Кыргызстан и, в общем, наши сопредельные республики, которым рубль-то по большому счету не нужен. А вот валюта-то им очень и очень нужна. И поэтому не надо думать, что рубль будет куплен в России. Это абсолютная ошибка. Рубль будет куплен там, где он будет дешевле. Короче, нас в очередной раз тупо разводят, а мы снова ведемся. Это реальная журналистика в интересное время. Живем, господа, тема сегодняшнего выпуска. Поехали! Вообще, я много раз говорил, ребят, политикам верить нельзя. Не нужно ими очаровываться. Политикам на вас наплевать. Они играют исключительно свои игры. Причем там, куда вас, простых смертных, никогда не допустят. Ставки в этих играх, влияние власти, огромные деньги. Как думаете, почему на территории бывшего СССР, даже не России, всего СНГ, нет и не было нормальной оппозиции? Да потому что со времен Союза в верхах ничего не менялось. Номенклатура та же. Выходцы из КПСС, вчерашние комсомольцы и профсоюзные деятели, коих интересуют исключительно их шкурные интересы. Давайте на примере Казахстана на ситуацию посмотрим. Просто не хочется под нововыдуманные российские законы о цензуре попасть. И так, все мы помним, с чего начался 2022 год с волнения у соседей. 2 января в Казахстане случились массовые протесты. Причем, с одной стороны, вроде ничего удивительного. Люди вышли на улицы из-за двукратного повышения цены на газ. Ну, если посмотреть на те события уже из сегодняшнего дня, да с холодной головой, я бы сказал, что это была обычная смена элит. Убрали старика Назарбаева, прибрали все его хозяйство к рукам, а людей просто использовали как пешек. Ну, вот, например, уже на следующий день, 3 января, к требованиям о цене газа добавились политические об отставке правительства. Отставка случилась. По газу власти тоже дали взад, пообещав стоимость голубого топлива останется прежней. Однако протесты продолжились и перешли в столкновение с силовиками. Митингующих явно провоцировали. 5 января захваты правительственных зданий и аэропорта Алматы. Все это приводит к тому, что в четырех регионах вводится режим ЧС. С обращением к нации выступает президент Такаев. Он отстраняет от должности главы Совета Безопасности Назарбаева. Последний, по сути, не зложен. Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан. Ну а дальше начинается тотальная зачистка всех, кто мог представлять для Такаева хоть какую-то опасность. В первую очередь, конечно, под удар попали силовики. Арестован глава комитета нацбезопасности Карим Масимов. О нем скажу чуть позже. Также арестованы три его заместителя. Уволен, а затем отправлен под арест министр обороны Бектанов. Позже в стране сменились генпрокурор и глава антикоррупционной службы. Дальше больше. Видимо, опасаясь, что полицейские и военные могут встать в позу. После громких задержаний власти рождают миф о 20 тысячах иностранных боевиков. Непонятно, откуда взявшихся. Непонятно, как проникших на территорию Казахстана. Кстати, вопрос, были боевики или нет, до сих пор остается открытым. Но это сработало. Итог. В Казахстан вошли силы ОДКБ, и оно помогло заткнуть рты ненадежным. Государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. 20 тысяч иностранных террористов не было. Я не знаю, где взяли это. Они, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки. Запустили в город и приступили к руководству операций. Не знаю, изначально все было постановкой или стало спектаклем в процессе. Но давайте посмотрим, кто по итогу-то выиграл. А никто, кроме Такаева и его приближенных. То есть, что получается? Одни элиты сменились другими. И все, клан А отжал страну у клана Б, а народ опять мимо. Простой вопрос. Три месяца прошло. Где в Казахстане конструктивная оппозиция, которая могла бы внести позитивные предложения по изменениям? Где свежие толковые кадры? Да как и при прошлом руководстве нигде. Вот недаром выше заострил внимание на фамилии Масимов. Просто несколько слов о человеке. Дважды. Занимал должность премьер-министра. Успешно отработал по последствиям преодоления кризиса 2008 года. Сильный местный политик. Имеет хорошие связи на пространстве СНГ и с Европой. Проводил модернизацию, компьютеризацию, технологическое усиление республики. Одно время рассматривался как кандидат на пост президента. Почему его не взяли в команду Такаева, если новые власти и правда заинтересованы в переменах? Напротив. Масимов сидит по обвинению в госизмене. Вот за эти 20 тысяч боевиков посадили, которые еще раз были, не были, до сих пор вилами по воде писано. Похоже устранили возможного конкурента. Вот он, ребят, наглядный пример того, что такое политика и чем на самом деле озабочены политики. И в России все то же самое. Ну что случилось в 91-м? Комсомольцы поперли своих вчерашних боссов, попутно развалив страну. Выиграли лишь комсомольцы, народ остался в дураках. 99-й раскол в стане тех комсомольцев к власти приводят Путина, предшественников гонят с ссаными тряпками. Выигрывают только ребята из команды Путина, народ снова в дураках и все 22 года за тем. Царь удерживается на троне исключительно благодаря красивым пиар-ходам. Согласитесь, за него ведь голосуют-то главным образом по принципу «Ой, как он мне нравится». Да и оппозиционеры у нас тем же руководствуются, их по той же схеме поддерживают. Ой, он так правильно говорит. Ой, какой он классный. Перестаньте вы уже смотреть на них, как на девиц. Чиновник не должен нравиться, за него должны говорить его дела, а не телевизор или эмоции. Ладно, переваривайте, вернемся еще к этой теме позже. Это была реальная журналистика. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Продолжение следует...